Основанный в 2000-м, модный дом «Я» одним из первых предложил жительницам нашего города высокую моду в исконном смысле этого явления. Индивидуальный дизайн, идеальная отделка, эстетическое и технологическое совершенство, сформулированные 16 лет назад сверхзадачи предприятия, не меняются до сих пор. Я попала в модный дом несколько лет назад, и в то время мы праздновали год нашему предприятию. А сегодня мы празднуем уже 16-летие. И уже когда я появилась в команде, у нас появился салон ткани. Я пришла в модный дом «Я» за тканью для своего свадебного платья, ну а потом пришла сюда работать. Когда я сюда шла, это уже было известное предприятие с заработанным именем. Первый месяц я присматривалась, я была больше в стороне. В результате затянуло, настолько творчество взяло вверх, что как-то оказалось в гуще всех событий. Сначала, может быть, человек опять же приходит нахохлившись и далеко не уверен в том, что ему вообще это надо, и нужен этот модный дом. А в конечном итоге это просто одна большая семья. Каждая вещь обязательно строится конструктором. Это инженеры, это люди, которые на бумаге строят конструкцию каждого изделия. Это очень кропотливая, это очень высокоуровневая работа. Есть 100% авторский почерк предприятия. Это вот вещь из модного дома, я узнаю, наверное, вообще там из тысячи. Я знаю практически каждую вещь изнутри. Мы делимся творческими идеями, мы делимся конструкторскими новшествами. Они перфекционисты. То есть все должно быть идеально до последней буквы, до последней строчки, до последней закрепки. То есть от начала, что называется, от покупки ткани до конечного изделия. Все люди, которые сюда попадают работать, они не случайны. Мы все подружились, все друг друга поддерживаем, помогаем друг другу. Не сидим на месте и не даем друг другу сидеть на месте. И Ярослава тоже определенный двигатель. И еще у Ярославы есть замечательное качество. Это умение разглядеть в людях больше, чем они сами в себе могут увидеть. Увидеть перспективы их дальнейшего роста. И она не ошибается. Каждый из членов команды увлекается, увлечен вот этим вот процессом. Это невозможно не любить, если ты здесь работаешь. И невозможно работать, если ты не любишь. То есть вот это вот одно за другое цепляется. Мы настолько друг друга хорошо знаем, что все заинтересованы в той атмосфере, которая сейчас есть. То, чего мы достигли, это благодаря тем людям, которые здесь работают. Благодаря тому, что мы сплотились в одну большую, хорошую команду. И то, что у нас сейчас есть, наверное, это неотъемлемая часть каждого из нас. Очень интересно наблюдать трансформацию клиента за 16 лет. Если раньше я ношу только классический стиль, то теперь мы пробуем абсолютно разные направления. Это в основном те люди, которые в постоянном поиске, которые постоянно реализуют свои какие-то мысли. Это творческие люди, у них есть свой взгляд на жизнь, на вещи. Но объединяет их то, что они хотят быть индивидуальными, стильными, модными, красивыми. И очень хорошо, что мы вкладываем хоть какую-то частичку в их красоту. Они в первую очередь идут за качеством и индивидуальностью. Можно поменять слова за индивидуальностью и за качеством, но одно без другого быть просто не может. Они делятся своими идеями. От этого рождаются и гардеробы, абсолютно новые индивидуальные гардеробы. Мы всегда думаем, к чему нам двигаться дальше. И одной такой ступенью было – это работа с мехом. То есть мы почувствовали, что нашим клиентам это нужно, что они хотят уже шить более сложные виды одежды. И мы решились на работу с мехом. Для меня источником вдохновения является смена времени года. Вот, допустим, наступила осень, приходят новые ткани, они уже тёплые, они совсем другие, не такие, как летние. И когда мы распаковываем ткани, я сразу вижу, что вот эта ткань будет одной клиентки, а эта другой. Потому что я их уже знаю, знаю их предпочтения. И ты понимаешь, что вот оно сошлось там в голове, да, вот ей это прям будет хорошо, нужно, необходимо. И как-то это происходит молниеносно. Раз, и идея сразу приходит. Я даже иногда не могу себя сдержать. Столько эмоций в этот момент вкладываешь, что человек прям тоже загорается и говорит, да, всё, я хочу. И в итоге на одном дыхании получаются вещи. Не всегда это вдохновение с подиумов, не всегда мода является отправной точкой. То есть мы создаём образ, опираясь на модные тенденции, но и в основном это, конечно же, наша повседневная жизнь. Даже те, кто у нас не шьёт, а только покупают ткани, они обязательно приходят похвастаться и показать, что в конечном итоге получилось, во что мы их вдохновили, и показать конечный продукт. Я здесь работаю уже 10 лет, но до сих пор помню нашу первую встречу с Натальей. Она мне тогда сказала, что главный лозунг на предприятии – это то, чтобы относиться к клиентам с искренним радушием, обязательно искренним. Вообще надо искренне любить свою работу и быть честными. Для нас это, наверное, самое главное. Тогда, когда ты бежишь на работу, тогда, когда ты горишь на работе, когда ты думаешь о работе, где-то находясь, когда есть возможность заработать и делать то, что ты любишь, это замечательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!